Продолжение следует... Продолжение следует... Хочу сегодня показать вам, что даже я лично прямо перед вами стою, готова подумать об этом. И хочу пригласить вас всех это тоже сделать. Начнем... У нас будут тоже спикеры, вполне в традиционной манере, они что-то приготовили, но я их тоже буду немножко толкать в эту же сторону, провокационными вопросами. Но начнем мы с такого небольшого упражнения, которое нам полезно будет после обеда в любом случае, и чтобы вы не спали. И я попрошу, пожалуйста, вас повернуться к своему соседу. Сейчас должна произойти спонтанная группировка на пары. Спонтанная. И, пожалуйста, расскажите своему соседу в течение одной минуты, почему вы решили сегодня прийти на это мероприятие, учитывая его вот такое вот название. Что заставило вас в субботнем утром посвятить... Ой, утром, днем, целый день посвятить этой теме? Хорошо? По минуте каждый. Поехали. Такое упражнение британцы называют breaking the ice, сломать лед, чтобы немножко, да, почувствовать... Чтобы каждый почувствовал себя причастным. Итак, достаточно, господа. У нас будет еще одно упражнение в группах попозже. Потерпите. Тихо, тихо. Видите как? Можно было даже никого не приглашать, никаких спикеров. Просто позвать вас всех сюда и сказать, ну, говорите. А мы пошли. Но все-таки вернемся к нашему формату. Значит, у нас будет, как я уже сказала, несколько спикеров. И потом будет, если успеем, одно еще одно упражнение интересное. И вот я все думала, мне хочется тот вопрос, который будет в упражнении, задать сразу нашим спикерам. Люди, которые меня знают, некоторые, знают, что я люблю вот на эту тему вокруг смерти и умирания делать достаточно провокационные вещи такие, в общем. Ну, провокационные, пожалуй. Скажем, однажды недавно мы собрали, собрались с группой наших, вот нашей службы, которая работает с пациентами, которые болеют БАС. И нужно было как-то поговорить про эти вещи, про принятие решений, умирания. И я посадила их бедных и заставила их писать завещание. Вот, это было одно упражнение. А вторым упражнением предложила им написать рассказ о смерти близкого человека. В общем, это было очень интересно. И было очень интересно видеть, как на лица их просто смотреть. И все потом сказали, что это было полезно и важно, хоть и грустно. И, конечно, такого рода вещи невозможны в такой большой группе, как наша сегодня. И я все думала, как бы так поставить вопрос, потому что вот думать о смерти, как-то это слишком широко, как бы так поставить вопрос, чтобы заиграло воображение. Я провела последнюю неделю в Англии по работе. И моя коллега, которая работает в палиативной помощи детям, предложила такой вариант. Давайте представим, что нас посетили инопланетные существа, какие-то, живущие по совершенно другим каким-то законам. И с интересом они обнаружили, что здесь, на Земле, живут люди и что люди умирают, что их жизнь конечна. Они задают нам вопрос, а почему люди умирают? Или, если этот вопрос кажется неуместным, потому что я знаю, что здесь есть люди, которые скажут, что этот вопрос неуместен. Как вообще люди соглашаются жить, если они знают, что они умрут? Вот примерно в каком-то таком ключе я приглашаю в этой второй части поразмышлять, чтобы мы ответили людям, ну не людям, а этим существам, которые не знают о смерти и не понимают, что это такое, как бы мы им сформулировали. Так что вам тоже достанется возможность об этом порассуждать. А к спикерам у меня будет тоже просьба немножко вот этот вопрос держать тоже в голове и к нему в какой-то момент прийти. А вообще формат будет такой. Я попрошу вас представиться. Вот трое у меня сидят здесь, где-то еще есть люди, да. И представившись немножко шире, чем мы делали до сих пор, не столько экспертную вашу позицию обозначить, сколько коротко описать нам ваш жизненный путь, который привел на сегодняшнее мероприятие. Почему вы оказались здесь? Да, что заставило вас заниматься чем-то, чем вы занимаетесь? Почему вы в итоге оказались здесь с нами? Потом рассказать тем, то, чем вы хотели с нами поделиться. И я знаю, что все готовы с чем-то поделиться. А потом, пожалуйста, дать свой ответ на вот этот вопрос. Как бы вы описали инопланетному существу, почему люди умирают и как бы, почему они соглашаются жить, раз им все равно предстоит умереть. А потом еще я попрошу вас, сразу предупреждаю, сделать такую вещь. В конце каждого выступления я буду вас спрашивать, поделитесь, пожалуйста, какой-нибудь одной вещью, которой вы готовы поделиться, которой вы пришли, рассуждая о собственной смерти. Все что угодно, время, контекст, как вы хотите, чтобы, я не знаю, какая-нибудь одна мысль, которая у вас есть, о собственной смерти, которой вы готовы поделиться. Я, естественно, готова тоже это сделать, но вот такая ответственность перед спикерами второй панели стоит сегодня. Итак, я приглашаю тогда в первую очередь открыть наш разговор Елену, пожалуйста, Елену Бразгальну, кандидата философских наук. И представитесь, пожалуйста, сами, чтобы мы понимали. Анечка, спасибо, я готовилась, и у меня сейчас столько заметок на полях, поэтому я воспользуюсь своим приготовлением, как способом ответить на ваш вопрос. Ну, во-первых, я хочу, прежде всего, вас поблагодарить. И то, что вы рассказали о практике работы со своим коллективом, это один из хороших примеров того, как, выводя из зоны комфорта, можно снимать вот тот синдром выгорания, показывая другие контексты и переводя из обыденной практики в какие-то другие. Инопланетянам отвечать на вопрос очень просто. Люди умирают, потому что они рождаются, и о рождении их никто не спрашивает. Это первый ответ. А второй из биологии. И, собственно, я так пришла в проблему, я занималась всю жизнь философскими проблемами биологии и медицины. И прекрасно понимаю, что естественный процесс смены, который происходит в мире живого и происходит у человеческого вида, совсем иначе переживается. Про лично не расскажу. Потому что сегодня, после первой панели, у меня такое противоречивое чувство, по выступлениям последних спикеров я поняла, что из индивидуального опыта предлагается выводить что-то общее. И бедные инопланетян не с выносом мозга, если они опросят только россиян. Что вы считаете хорошей смертью? Никаких обобщений не будет. Все-таки, если экспертную позицию не отбрасывать совсем, то я хотела бы заметить, что вот тот междисциплинарный разговор, который пытаются организовать на этой площадке, он ведь связан методологически с двумя простыми вещами. Междисциплинарность первая – это поиск общих понятий, то, что уже прозвучало, поиск общего языка и поиск общей методологии. Неслучайно на первой панели ключевые вопросы были, а как вы к этому выводу пошли. Экспертная позиция, личностная. И вот, по моему мнению, не говорить – это не всегда проявление слабости. Можно сказать внутри себя и принять эту позицию. Вот со мной произошло это. А приготовила я иллюстрации из очень красивых художественных произведений. Я буду листать то, что я приготовила, и комментировать. Во-первых, современная Россия удивительна тем, что в ней сочетаются отсылы к самым разным историческим периодам, к самым разным контекстам, вот те самые разные языки для разговора о различных аспектах нашей жизни и смерти. И первый аспект – это, конечно, традиционный сатеологический учение о спасении. Большинство древних цивилизаций, культуры, которые сформированы за астоизмом, христианством, исламом, иудаизмом, средневековая Европа, древняя Русь, смысл жизни вынесен за пределы. Посмотрите, у Феофана Гаека как бы иллюстрации слов Хайста. «Верующий в меня да не узаит смерти во веки веков». Богородица не умирает, она как бы вынимается, видите, на иконе, выносится Христом из телесной оболочки. Поэтому с большой долей вероятностью первый ответ на вопрос, бывает ли хорошая смерть, если уж люди умирают, он, наверное, прозвучит в нашей традиции так. Хорошая смерть – это смерть, которая сопояжённая с потусторонней реальностью, когда она завершает должное вхождение в инобытие, к которому человек готовится всю жизнь. Дальше обратите внимание, что у нас сатиологический тип культуры связан и с католической идеей страдания. Вот эти пляски мёртвых, традиционная иллюстрация Дюрера, или триумф смерти, ничтожность человеческой жизни. Неважно, богатый или беден, молотый или стар, новорожденный младенец, император или папа. Не успеваю сказать, конечно, об аллегорическом натюрмурте с человеческим чаепом. Это иной ответ на тот же самый вопрос. Хорошая смерть – должная смерть, но к ней отношение идёт через иначе понятое страдание. А вот современная культура чаще всего определяется как гидранистического типа культура. Вы не обратили внимание, как мы с вами в аудитории реагировали во время первого круглого стола? Обращали внимание, как легко уходили шутки? Как очень часто тезисы интерпретировались именно в контексте вот такого дистанцированного отношения через смех. Я не берусь тилпологизировать смех, о чём говорил профессор Гасанов. Но вот эта гидранистическая интерпретация, распространённая сегодня в силу глобализации мира, тоже очень сильна. И неважно, мы считаем табуированный разговор о смерти в рамках гидонизма или он конструируется, в любом случае мы возвращаемся к идее эпикура. Смерть к нам не имеет никакого отношения. Когда есть мы, нет смерти. Когда есть смерть, нет нас. Но в гидонизме тоже есть хорошая смерть. Та, которая порывает страдания, если продолжение жизни невозможно. Или хорошая смерть в гидонизме. Та, которая связана с моим рациональным выбором. Вот прошли под его возможности. Я всё для себя рационально решил, понял, что смерть хорошая. Обратите внимание из истории. Ведь вот не все знают, что врач констатирует смерть, и эта функция, естественная для совоименности, вообще-то относительно недавно возникла. Только в середине XIX века долгое время тем человеком, который должен был находиться рядом с умирающим, был именно священник. А совоимён Гиппократа чему учили врача? Ищи признаки смерти. Гиппократов лик. И как только нашёл беги, чтобы не упала позиция врача в обществе, чтобы не навлечь на себя гнев родственников. И ситуация-то начала, если брать Европу, меняться только в XVII-XVIII веке, когда возникла очень интересная тема, тема так называемого живого трупа или мертвеца. Обратите внимание, впервые в Германии, во Франции люди стали оговаривать в своих завещаниях. Такие вещи, как, например, рассечение лучевой артеи или перевяжем туго палец, посмотрим, будет меняться цвет, будет кровообращение или нет. Традиция заказывать гробы с переговорными устройствами, сигнальными трубами. Вы знаете, последний гроб был запатентован в 1972 году. Недавно. С такой позиции можно совсем иначе увидеть, например, распространённый зомби в современной массовой культуре. Тот же самый воскресший мертвец. Очень интересная книга моего коллеги Александра Павлова. Он анализирует современный кинематограф с точки зрения сюжетных линий, которые тянутся. В XIX веке начался процесс, который мы с вами уже терминологически назвали медикализация смерти. Но когда медицинская профессия была особой властью в обществе, когда местом, где стал человек расставаться с жизнью и встречаться со смертью, стал уже не личный дом, а общественное место, больница, вот эта тенденция, по моему мнению, скоро не закончится, и против неё бороться не нужно. Потому что у нас вся европейская цивилизация идёт по пути медикализации. Нам объём талии не нравится, мы к врачу идём. Студентам перед сессией хочется запомнить больше – в аптеку. А сегодня медицинные технологии открывают такие возможности трансформации границы между жив и умер, что человечеству не снились. Вот эти все идеи постчеловека, постгеномные исследования, трансплантология, в том числе с вектором ксенотрансплантации, искусственные органы, ткани. Через 20-30 лет нам придётся определять своё отношение к киборгам. Вот они живые, мёртвые. А если пересадка головы будет, она будет голова к телу или тело к голове? И кто тогда из двух умер? У которого мозг сохранился? Ещё непонятно, что с сознанием. Или тело? Ещё один сюжет – это не могу не отреагировать на дискуссию по поводу палеоативной помощи. Хорошая смерть – это смерть, которая отвечает личностным, субъективным представлениям о качестве жизни. Вот этот универсальный ответ, он, по моему мнению, позволяет снять то противоречие в позициях, которое возникло. Комфортные условия жизни, а не смерти. Вот цель палеоативной медицины. И низкий поклон тем, кто этим занимается. Потому что если остаться на вот этих классических позициях – сатиология, гедонизм – и пытаться уменьшить значимость медикализации, мы остановимся. И остановимся на тех позициях, которые о личностном, размерном качестве жизни говорить вообще не позволят. И ещё одно мнение. Мне кажется, что непоедоление страха смерти – синоним хорошей жизни. А понятие этого страха не как ужаса, а как именно страха. Мы говорили на первой дискуссии, что смерть – это культурный концепт. Пусть так, но невозможно ни с точки зрения эволюции биологической, ни с точки зрения эволюции культурной снять отношение к пространству неизвестного. Вот это классическое, то, что удержало Гамлета от самоубийства. Только вопрос о смерти. Вот посмотрите, как интересно. Говорить о смерти не значит к ней стоймиться. Это значит находить обоснование тому, как ты живёшь сейчас. И для медика. Ведь многоплановая проблема смерти для медика – это в первую очередь проблема каэтеев. Посмотрите на слайде. Определение смерти, которым пользуется Всемирная организация здравоохранения. Смерть – необратимая деструкция и или дисфункция каэтических систем организма. И дальше идея принятия в качестве каэтеев смерти – смерти мозга. Ведь сама медицина закладывает вот эту идею прогрессистской ориентации. Вы проанализируете каждый себя. Мы все в этой идее живём. Нам родители говорили, посмотрите, как мы тяжело жили. Вот мы для тебя создали базу, у тебя всё должно быть лучше. Да кто сказал, что лучше? Может быть и будет. Самое трудное в этих требованиях – это достижение четвёртого пункта – поемлемость с точки зрения господствующих культурных и этических норм. Но понятие господства ничем не изменить. Для каждого отдельного человека его понятие о благе, оно абсолютно, его ни на какую ступенечку в иерархии господствующих культурных представлений не разместить. Поэтому, если ваш инопланетянин, Аня, задаст вопрос об определении смерти медику, медик скажет, хорошая смерть та, которая установлена по медицинским критериям, и ещё поэтому я не вступил в конфликт с обществом. А конфликт неизбежен. Мы возьмём, например, православную традицию, роль сердца. И поэтому критической системой организма, объявляя мозг, мы точку определили, позицию заняли. Но от противоечия не ушли. И если уж тему мы обозначили как хорошая смерть, ну, про эвтаназию не сказать нельзя. Обратите внимание, в современном контексте термин употребляется в четырёх разных смыслах. И только один соответствует Бекконовскому. Да, эйтос, лёгкая, тонатос, смерть. Посмотрите на цитату Беккона. В наше время ещё и говорят об эвтаназии, как об ускорении смерти тех, кто переживает тяжёлые страдания. К сожалению, в современном обществе сохраняется евгенический контекст. Эвтаназия как умерщвление евгенически лишних людей. И ещё один контекст предоставления человеку возможности умеете. Вот в первой дискуссии мне не очень понравилось, когда при попытках говорить о мировом, вы сказали, нет, мы живём в России. А что, мы не знаем, что происходит в других странах? Мы что, не знаем, что массовый эвтаназический туризм, европейские центры, а сейчас мексиканские очень популярны, 38 долларов, ветеринарная клиника, никаких ограничений по рецептам. Мир сегодня глобален, и все знают, в каких странах легализованная эвтаназия, детская эвтаназия, и все знают, с какими аргументами. И то, что мы скрываемся за слова «в России эвтаназия запущена», это не значит, что мы не должны учитывать, что и такой ответ в культуре есть. Хорошая смерть – это смерть, выбранная как способ ухода от страданий. Завершая, я всё-таки оставлю за полями контекст социологических исследований, приведу один пример, какая аргументация есть в сознании россиян по поводу эвтаназии. Ну, явное отсутствие доминирующей позиции, примерно равное распределение тех, кто за и против, крайне большая доля тех, тоже примерно равная, кто не определяет свои позиции, и аргументация. Посмотрите, аргументация к тем самым типам культуры, с которых я фактически начала. Да, та же самая статья о логе, тот же самый гедонизм. Философия и медицина одинаковы в своём происхождении, как феномены культуры. И для философа в разных контекстах проблема смерти всегда выступала как проблема индивидуализации человека. И в этом смысле я бы поддержала вот эту идею, которая в разных контекстах возникала, в первой части нашей встречи об индивидуализации. На слайде вы видите далеко не полный перечень тех позиций, которые были у философов. И не случайно именно проблематика умирания в философии второй половины XX века, сближая философию с медициной, обозначает водораздел между классической и неклассической философией. И посмотрите, про смерти сегодня говорят в XX веке, в XXI в самых разных контекстах. Смерть автора, умирание искусства, гибель эпохи, смерть языка, смерть интернета. Вот то, что сегодня понятие смерти начинает лишаться вот этой личностной, персонифицированной окраски, для философа большая проблема. И последнее. Гиппократ говорил о необходимости повнести мудрость в медицину, а медицину в мудрость. И мне кажется, вот наша сегодняшняя площадка – это попытка, междисциплинарно обозначив позицию, каждому встать не в экспертную, а в мудрую позицию. Спасибо. Что вы можете нам хотя бы одну вещь сказать, Елена, пожалуйста, когда вы рассмышляете о смерти собственной? Надеюсь, ко мне придут мои ученики. Надеюсь, ко мне придут мои ученики. Спасибо. Так, значит, я приглашаю Михаила Батина. Где вы там? Идите к нам. Значит, Михаил – президент Фонда поддержки научных исследований «Наука за продление жизни». И соучредитель креонической компании «Крио Рус». Вы расскажете об этом подробнее. Я только небольшое вступительное слово скажу. Мы хотим построить эту сессию на контрастах. Поэтому я вас приглашаю сейчас именно в такой, в этой последовательности. В свой пост в Фейсбуке, когда Михаил объявлял наше мероприятие, приглашал своих друзей, такая там была цитата, «Хочется обличить сторонников смерти, которые находят ей оправдание, и поляризовать таким образом общественное мнение». Вот как бы этот челлендж принят, мы вас слушаем. На мой взгляд, естественно, оправдывать смерть, приукрашать ее – это нечто ужасное, отвратительное. Смерть – это худшее, что может с нами произойти. Мы пытаемся из-за страха перед смертью, ее неизбежностью, оправдать ситуацию, придумать наличие загробного мира или какой-то такой феномен хорошего умирания, что как бы безболезненная смерть, смерть с чувством выполненного долга, она как бы хорошая. Но на самом деле мы перестаем существовать, нас больше нет в этом мире, и ничего хорошего с этим фактом нас больше не связывает. Все, о чем мы мечтали, любили, хотели, все это исчезает. Но давайте посмотрим, что делает это несправедливое событие таким неизбежным. И вот неизбежность смерти определяется старением. То есть мы умрем, потому что мы стареем. Если бы мы не старели, то неизбежных причин бы не было для умирания. И вот здесь очень важна одна простая мысль, что старение является не синонимом времени. Мы умираем не потому, что время идет, а потому что происходит старение как набор молекулярно-биологических механизмов. Происходит старение на разных уровнях организации живой материи. Деструкция межклеточного матрикса, накопление внутри клеточного межклеточного мусора. Происходит мутация в ДНК, дисфункция митохондрии. И это некий набор биологических событий, которых мы все больше и больше разбираемся. С начала нулевых годов многие молекулярные биологи, в основном в Соединенных Штатах, стали наблюдать как побочный эффект увеличения продолжительности жизни модельных животных. А потом уже целенаправленно постарались добиться, а что мы можем сделать с самым фактом старения по отношению к модельным животным. И на сегодняшний день рекорд в продлении жизни модельного животного червя составляет в 10 раз продлили жизнь. И по непубликованным данным в 20 раз Роберт Шмуклерис в первом эксперименте сумел продлить жизнь животного, отключив ген H1. И мало того, такой ген есть у нас, это гомо-кфосфонизитол трикеназ. И за последние 15 лет произошли десятки, сотни экспериментов, связанные с вмешательством в геном человека, в геном модельного животного, а также и низкомолекулярными соединениями. Когда мы смогли продлить жизнь модельных животных от червя, мухи и мыши порядка в двух раз. Это различные или гены, связанные с теломирой, или гентеломиразы, или это генная терапия, осуществила Мария Бласко, увеличив максимальную продолжительность жизни на 20%, или же с помощью генной инженерии, когда мы меняли геном животного. Эти факты для нас являются очень вдохновляющими для того, а можем ли мы в принципе становить старение. И вот то, как мы наблюдаем в природе, мы с вами не летаем по своей эволюционной сути. Но мы видим птиц, и птицы летают, и это был вдохновляющий пример для того, чтобы создавать летательные аппараты. А раньше люди не летали. И также на сегодняшний день мы наблюдаем в мире животных, у которых обладают феноменом пренебрежимого старения. Это голый землекоп или начница Бранта, это летучая мышь, которые живут в 20-30 раз дольше, чем близкие виды, тоже грызуны, потому что они устроены по-другому. У них голый землекоп не болеет раком, у него нет сердечно-студистых заболеваний. Эти животные умеют отвечать на стресс лучше, чем их близкие сородичи. И на сегодняшний день основная задача нашей науки это изменить фенотип млекопитающего таким образом, чтобы он перестал стареть, чтобы наши механизмы стресс-ответа соответствовали, были похожи на голого землекопа, который умеет бороться с возрастной деградацией. И единственное, что на сегодняшний день стоит перед радикальным продлением жизни, перед победой над старением, это, во-первых, незнание общества, что технологии разрабатываются, что есть жизненно важные эксперименты, которые смогут не только продлить жизнь, но и предотвратить множество заболеваний, потому что большинство заболеваний, такие как рак, нерегенеративные болезни с кемера, диабет, это возрастозависимые заболевания. Они растут по экспоненте с возрастом человека. А вот эту экспоненту увеличение числа заболеваний во времени и как раз обеспечивают фундаментальные механизмы старения. И первое, что нам нужно, это знание. К сожалению, мы много знаем литературы, сегодня звучали стихи, но вот знание молекулярной биологии не входит в культурный багаж современного человека. А второе, что мы должны сделать, это перестать оправдывать смерть. Дело в том, что мы часто говорим, что смерть, умирание, это естественно. И здесь мы попадаем в лингвистическую ловушку. Она заключается в следующем. Потому что, естественно, имеет два значения. Естественно, как обычно, как принято. Но оно переходит в наши интерпретации, в значение, как и должно быть. Так вот, смерть, это то, что всегда было в культуре, в нашей биологии и существует. Но это не должно быть, как не должно быть рака, или не должно быть насилия. И мы должны противостоять этому. И вот как только мы примем для себя решение о противостоянии, так мы сможем понять, а что мы, собственно, можем сделать. Какие эксперименты, опыты провести, чтобы существенно продлить жизнь человеку. И вот будет конференция в ближайшие дни, 25-го часа, в Санкт-Петербурге. Там соберутся генетики старения, долголетия со всего мира. Это в основном из Соединенных Штатов. И вот там будет конференция жизни. То есть люди ищут лекарства старости, делятся своим опытом. Это сложный процесс. Нет сейчас вещества, которые гарантированно продлевают жизнь. Есть понимание, что там физическая активность, низкокалорийное питание. Но мы на пороге создания препаратов в области гигиенной терапии, которые сейчас уже идут 2200 клинических испытаний препаратов генетерапии, относящихся к разным заболеваниям. И мы на пороге над того, чтобы создать аналогичное лекарство для человека. Маленькие нюансы. Мы думали, что у нас выступление довольно большое. И поэтому мы вместе с Евгением Быковым в мире... Я хочу тут тоже, чтобы он продолжил. И Женя поговорит о тех барьерах. Собственно, что нам необходимо преодолеть, чтобы понять, что смерть – это плохо. После представленных аргументов о биологии старения и современных достижениях, которые поддерживают веру, что вообще возможность бороться с ней существует, можно сказать, что мешает консолидации научного сообщества вокруг этой темы. Первой причиной, такой довольно основной, я бы считал то, что Леотар назвал распадом метанарративов. Представьте себе науку на заре просвещения, когда она только объединяет сообщества людей, стремящихся изменить мир, где болезни и инвалидность намного более распространены, чем мы сейчас, чем мы, уже охваченные сетями медицинского знания и той медикализации смерти, о которой шла речь. А такие люди могли провозглашать, что прогресс духа и развитие человечества, освобождение его от таков инстинктов должно привести к бессмертию. И это вполне могло быть серьезными высказываниями в дискурсе. То есть это могло быть тем, что мобилизовало их риторику и новые поколения изучать только развивающиеся дисциплины. Однако сейчас, как только научные институты перешли к оценке себя в критериях прагматизма и эффективности, лозунг бессмертия или борьбы со смертью оказывается в качестве метафизических ориентиров. То есть вокруг него не может быть построена рабочая группа, потому что это сложно оцениваемый критерий, даже при том, что конкретные множества технологий, которые могли бы участвовать в этом процессе, разрабатываются. Мне кажется, это довольно интересно. То есть перестройка произошла примерно в тот период, когда отказ от таких больших метаописаний привел нас к еще большему разложению нашего жизненного процесса при помощи знаний и технологий биологии. То есть мы обозримы. В этом смысле мы можем наблюдать процесс нашей жизни. Однако из этого не следует для сообщества поставить это как международную проблему на уровне ВОЗ. Сейчас, в частности, максимум, на что организация здравоохранения ведет дискуссии, это вопрос о признании старения заболеванием. Потому что старение в этой логике, так же как смерть, смерть мозга, является ничем иным, как каскадом множества процессов клеточной и деградации тканей, органов, которая накапливается со временем и ведет к смерти. Но в этом смысле смерть – это не собственный феномен. Он начинается за много лет до того, как кумулируется в этой итоговой точке. И, как бы спускаясь от научного сообщества, то есть того множества людей, которые выдвигают эту тему, исследуют голых землекопов, теломираза и прочее, мы спускаемся к людям, которые являются научными энтузиастами. Но и они часто недостаточно убеждены. Можно говорить про информационный шум, про то, что от просто убежденности в некоторых идей надо бы перейти к действиям, но где-то обратная связка, как энтузиасты могут поучаствовать в исследованиях биотехнологов. Краундфандинг здесь не очень проработан. Да, конечно. Я как раз хотел перейти. То есть сейчас мы увидели аргументы о технологической возможности этой формы борьбы. Примерно можно представить аргументы о психологических барьерах, которые мешают нам перейти к этому действию, при том, что мы, в общем, хотим жить. Мы не хотим испытывать то страдание от старения, которое нам сулит будущее. Однако какого-то значимого переключения не происходит. И мне кажется, что здесь рациональный план, в котором мы ведем это повествование, наталкивается на аффекты, которые связаны с травматизмом смерти, с тем, как мы впервые столкнулись с ней, как мы когда-то думали о своей жизни приняли решение, чтобы впоследствии не менять их и не пересматривать, потому что действительно серьезное вопрошение о ней ведет к тому, что мы вернемся в эту область, в эту зону умолчания, чтобы вообще мочь быть перестроенными в научный дискурс. И вот мне очень понравилось, на самом деле, как звучало предложение в начале этой секции. Личные истории. Личные истории необходимы, потому что, помимо общего лозунга, что можно принять смерть как хорошую, есть люди, чьи личные истории показывают, почему они не приняли смерть как хорошую и условно обратились в иммерталистов. Почему они действительно стали на позицию, что нужно бороться с этим, это что за дела. Если вы позволите, я зачитаю три истории и сделаю небольшой вывод. Я уже стар, почти 60. Но изнутри я чувствую все то же самое, что и всегда. Мы не стареем на уровне ума до тех пор, пока нас не старят обстоятельства. Я верю, что эти обстоятельства могут быть преодолены. Моя мать умерла от рака, когда ей было 60. Она страдала около трех лет, и лекарства были бессильны ей помочь. Это заставило меня осознать, как мы хрупки, и что у нас нет ничего, что могло бы защитить нас от старения и смерти, вызываемой старением. Я не могу точно вспомнить, что привело меня к признанию смерти абсолютным злом. Я всегда это знал. Однако, что привело меня к открытию мертализма, так это стремительная потеря родственников. Сперва мой дедушка умер от сердечного приступа. Затем умерла и бабушка. От рака и потери желания сражаться за свою жизнь после смерти мужа. После мой отец покончил с собой. Причем я пытался остановить его и потерпел неудачу. Все это произошло, когда мне было между 11 и 13. И вот здесь я хотел бы отметить, что когда наш рациональный тип аргументации наталкивается на аффекты, связанные со смертью, мне кажется, самым честным решением будет создание новых аффектов. И это то, что делают эти люди. Личные истории плюс сообщество – это возможность создания упреждающего опыта, который показывает нам чужую боль, которую мы не испытываем мы сами, как если бы мы находились на границе умирания. Но разделяя ее с ними, мы можем понять их убежденность и увидеть эту точку зрения о том, почему борьба со смертью оправдана. Я также потом могу рассказать кусок своей личной истории. Мне кажется, это любопытно. Здорово. Если отвечать на вопрос про инопланетян, то, наверное, было бы, если у нас такой диалог установился, такой контакт с инопланетянами прекрасный, то, наверное, было бы самое разумное у них спросить, «Слушайте, а что насчет бессмертия? Как вот, если для вас смерть такая? Мофия проблема? Может быть, что-то насчет технологии, чтобы мы отказались?» Так что мы вас всех призываем перестать оправдывать смерть и побороться вместе с нами за бессмертие человека. То есть, если можно попробовать суммировать, потому что довольно такой сложный материал, новый для меня лично, по крайней мере. То есть вы бы сказали, что люди умирают потому, что это такая болезнь земного шара, против которой они еще не нашли лечения. Ну да, собственно, как и рак, как и Альцгеймер, да. То есть причины рака и Альцгеймера во многом все остальные. Пока это так, но смысла в этом нет. Смысла в старении. Смерти в старении смысла никакого нет. Это враг, которого надо уничтожить. И вы говорите о том, что мы как будто бы, та часть из нас, кто пытается найти смысл что-то, как будто у нас как будто стокгольмский синдром какой-то по отношению к смерти. Пытаемся ее оправдать. Даже лучше, чем я. Прямо идеально. То есть это враг, которого мы пытаемся отчеловечить. Да, да. Мы говорим, знаете, вот первый ведущий сказал, что смерть – это мой друг. Господи, это самое ужасное, что я мог услышать. Самое ужасное, что можно услышать. Какой это друг. Вы представляете, знаете, какое самое худшее, что может произойти сегодня, если мы все сегодня умрем. Вот это реально очень плохое событие. И самое худшее, что может произойти завтра. Ну, как вижу жизнь я. Для кого-то смерть в радости. Да, я догадываюсь, что здесь будет много вопросов и реплик. Но на самом деле, я хочу сделать одно признание. Вот тот момент, который ровно сейчас происходит, это то, ради чего я вообще стал заниматься этим симпозиумом. Мне кажется, что просто показать нам самим, что мы можем говорить об этом, в том числе есть смысл в этом, нет смысла в этом, а вот и не подеретесь. Так, несколько буквально, я даже не знаю, как выбрать между вами. Ну вот первый выстрелил. Представьтесь. Тогда я тебе отдаю микрофон, ты так далее. Я побегаю, да? Да, я просто хотел еще отметить отличный стиль повествования. Почти захотел дать вам денег и уступить в омортализм. Вы говорите о бессмертии, насколько я понимаю. Насколько нам вообще нужен этот бессмертный человек? Потому что бессмертный человек, мы такие люди, которые мы здесь, именно потому что мы смертны. А бессмертный человек, ну не знаю, это вплоть до того, что мы забываем то, что происходило в прошлом, в детстве. И бессмертный человек, в большом счете, будет забывать всю свою жизнь постепенно. Наша жизнь с возрастом ускоряется. Да? У нас каждый год становится все быстрее и быстрее. К моменту бессмертия, не знаю, если человек будет жить 400 лет, для него каждый год будет происходить все быстрее и быстрее. Этот человек будет принципиально другой. И насколько общество готово к этим людям, они будут... Другое отношение к рождению детей, другое отношение к людям, друг другу. Насколько это нам нужно вообще? Отлично. Во-первых, насколько нам нужно. Нам это кому? Общество в данном случае разделится. Кому-то это не нужно, и он умрет. Это... Во-вторых, в вашем утверждении содержится гипотеза, что человек будет забывать. Это не обязательно, потому что технологии развиваются. И на сегодняшний день мы можем помнить, мы можем практически зафиксировать всю свою жизнь с помощью носимых систем. Я понимаю, что вам это не очень приятно слышать, потому что идея продления жизни это идея умиршления религии. Антиутопию рисует... Знаете, вот антиутопию рисует ваша организация. Маленькую паузу сделаю, совершенно крошечную. Я очень хочу попросить всех сейчас проявить большое уважение. Правда, коллеги согласились прийти к нам, и нам очень важно ваше участие здесь. Пожалуйста, много есть поводов сейчас наброситься друг на друга, но давайте подумаем о тех, ради которых сегодня мы собрали мероприятие. Люди, перед лицом смерти стоящие и думающие сами перед лицом своей смерти, как мне к ней относиться, что мне вообще делать. И многим из этих людей нужен вот этот вот взгляд тоже. Поэтому, пожалуйста, давайте не будем обесценивать. У меня была какая-то сильная мысль, связанная с ответом. То есть, дело в том, что мы, ведь наша история человека, это история совершенствования. То есть, мы не должны, мы будем умнее, мы будем сильнее, выше, дальше, быстрее. И то есть, те чаянины и нужды, которые будут, но не то, что там через 400 лет, через 50, они будут другие, и наши возможности вырастут. Но для этого мы должны обеспечить базовое состояние, то есть, находиться в живых, остаться в живых. И это самая важная задача. А потом мы уже решим проблемы с памятью, проблемы, будет скучно жить, не будет скучно жить. Это все-таки более простые задачи, чем задача остаться в живых. Спасибо большое, Михаил. Я знал, что не зря приду, и теперь совсем об этом не жалею. Евгений Глаголев, директор Ассоциации хосписной помощи. Работая в палеотиве, я отношусь к смерти как к противоестественному процессу, который мне совсем не близок, но при этом я понимаю, что это совершенно необходимая, неотделимая часть жизни, именно часть жизни, то есть, такой рубеж. и вместе с лекарством от смерти надо, наверное, еще всем будет выписать лекарства для того, чтобы изменить человека, то есть, сущность человека, потому что в сущности человек, это мое личное мнение, имеет как разное представление о смерти, так и разное представление о жизни. И в этой разнице кроется огромная проблема, то есть, как мы представляем себе хорошую жизнь, и из-за этого люди конфликтуют постоянно, представляя себе о том, как должно быть устроен мир, как должны вести себя соседи, люди на дороге и так далее. И вместе с этим должна быть такая волшебная таблетка, которая нас изменит, исчезнут все конфликты, это лекарство от смерти, тогда, может быть, заработает. Это именно в рамках комментария. Не знаю, если говорить по очередности изобретения таблеток, то, наверное, первое, что мы должны изобрести, это лекарство от глупости, потому что именно глупость является природой одобрения смерти. Теперь я прочту четыре стихотворения такие. Когда я жил на этом свете, этим воздухом дышал и совершал поступки эти, другие, нет, не совершал, и вот теперь, когда я умер и превратился в вещество никто, ни Киркегор, ни Бубер не объяснят ни для чего, с какой не растолкуют стати, и то сказать, с какой такой я жил и в собственной кровати садился вдруг во тьме ночной. Следующее называется антологическое. Сеника учит меня, что страх недостоин мужчины, для сохранения лица сторону смерти возьми. Тополь, полковник двора, лихорадочный трёп первой дружбы ночь напролёт, запах липы, уместивший всю жизнь, вот что я оставляю, а Сеника учит меня. Старый князь умирает и просит позовите Андрюшу. Эта фраза из раза в раз вынимает мне душу, потому что, хотя не виконты и не графьямы, в самых общих чертах похоже на смерть моей мамы. Было утро, как утро, солнце светило ярко. Позовите Сашу, Серёжу, найдите Марка, восклицала в беспамятстве и умерла на завтра. Хорошо бы спросить напрямую известного автора, отчего на собственный мир он идёт войною, разбивает сердца, разлучает мужа с женою, либо что-то в виду имеет, но сказать не умеет, либо он ситуации в принципе не владеет. И последнее стихотворение называется «Смерть в Париже памяти друзей». Эта девушка божилась, что умрёт в Париже. К своему стыду не знаю, где её могила. Вероятно, не в Париже, а гораздо ближе, если у неё в Кузьминках сердце прихватило. О, поспешные обеты, нищие обеды, много скверного спиртного под мануфактуру. Пусть прочтут стихи по кругу нервные поэты, будто здесь у нас парадный вход в литературу, здесь у нас лежат на кухне алкаши-аркадцы, изнывая от похмелья, разве нет, Аркаша, пастухам к лицу цевниться, каждый рад стараться, до сутра тахикардия, выручай Наташа. Через час пришла с мороза горя парижанка и сказала, открывая крепкие напитки, или я люблю искусство и поэтов жалко, или есть такое мнение дело в щитовидке. А покойный друг Аркадий стал ей строить куры, и как записной Ромео взмыл, о, говори же светлый ангел вновь сгущался чат литературы. В тот запой и прозвучала мысль про смерть в Париже. Вот, на этом художная часть кончается, и на прощание я хотел бы себе позволить одну мысль, хотя вполне возможно, здесь собрались столь искушенные люди, что она померкнет на фоне всего, что здесь говорилось или будет сказано. Я считаю, что с этим страшным арзамасским ужасом, а лучше Толстого, во всяком случае, я не знаю, кто бы и что мог сказать о происходящем с нами иногда ночами, да, вот, есть три способа бороться с этим кошмаром. Первый и главный, это, конечно, религия. Второй, ну, когда ты, да, ты понимаешь, что ты будешь жить и за пределами твоей физической смерти. Второй, это утопия, когда за компанию и жид повесился, как говорится, когда мы строим фашизм, мы строим коммунизм, и значит, так сказать, моя личная смерть, она мало что значит, она в целях, сияние общей цели, она, в общем, меркнет, эта трагедия. Но третий, чему мы свидетели сейчас, мне кажется, это попса, это добровольное впадение в детство, это отношение к старости как к неудаче, а к смерти просто как к поражению. Спасибо, всего доброго. Что ж, я хочу пригласить дальше Людмила Лигостаеву, вас, пожалуйста. Значит, Людмила врач-невролог и научный центр, сотрудник научного центра неврологии. И если я правильно понимаю, вы занимаетесь измененными состояниями сознания, хроническими нарушениями сознания, и можно я расскажу маленькую историю, прежде чем вам передам микрофон. Я очень жду ваше выступление, потому что один из самых ярких моментов в моей профессиональной жизни, как палиативного врача, был, когда я лечила, если можно так сказать, девочку в перманентном вегетативном состоянии на искусственной вентиляции легких. Она находилась в этом состоянии 8 месяцев к моменту нашего знакомства, ей было 2 года. Из-за того, что она находилась на искусственной вентиляции, она была в больнице, хорошо удалось ее из реанимации перевести в простое отделение, но историю, которую я никогда не забуду, это заключается в том, что отец этой девочки подошел как-то ко мне и сказал, доктор, у меня к вам вопрос, можно ли, скажите, вот я бы хотел как-нибудь отказаться от ребенка. И как-то, боже-боже, что вы имеете в виду, в общем, я с ним села поговорить поглубже, о чем речь, он говорит, понимаете, я не могу жить, потому что у меня мертвый живой ребенок. Вот эта его фраза, она как-то очень засела, у меня мертвый живой ребенок, я не знаю, что мне делать, я уже хотел бы ее оплакивать, но вроде бы как бы за нее машина дышит, я бы хотел, может быть, надеяться на жизнь, но это не жизнь. И вот эта вот его фраза «мертвый живой ребенок», она вот все время меня преследует и очень пугает. Не знаю, насколько это предваряет ваше выступление, но вот просто хотелось мне поделиться на правах модератора. И, пожалуйста, не забудьте про наши коренные вопросы инопланетному существу, как мы объясним, почему люди умирают, и хотя бы одна вещь про себя, которую вы готовы поделиться, но об этом я в конце напомню. Хорошо, можно я тогда начну? Я тоже подготовила небольшой доклад. Я хочу рассказать не творчески, а я хочу рассказать про констатацию. Я считаю, что это очень важно, это очень мало отражается в общественном таком мнении о смерти, очень мало об этом говорят. Здесь очень мало говорили о много, наоборот, говорили о табуированности, и тема смерти мозга, она достаточно табуирована, они мало говорят, они не любят разговаривать. Мой доклад будет называться, можете его включить, пожалуйста, мой доклад будет называться «Смерть мозга и вегетативное состояние границы очевидного». Я хочу еще раз сказать о том, что я врач-невролог, я работаю в отделении реанимации интенсивной терапии. Спасибо большое. Спасибо. Итак, смерть мозга. Я хочу подробнее вам рассказать об этом, потому что раньше смерть человека констатировали только на основании необратимой остановки работы сердца и дыхания. Это очень важно. Человек перестает работать с сердцем, перестает дышать, все, человек умер. И вот эта вот граница того, человек жив и мертв, она определялась на глаз, скажем так. Потом случилось так, что реаниматологические методы, которые помогали продлевать жизнь человеку, попавшему в невероятную катастрофу, они позволили избегать каких-то вот этих катастрофических моментов, поддерживать работу органов как можно дольше при помощи искусственной вентиляции легких, аппарата искусственного кровообращения и всевозможных фармакологических методов. Однако, случилось так, что в какое-то время определенные реаниматологи, трансплантологи начали замечать, что после тотального необратимого повреждения головного мозга сердечная деятельность и поддержание дыхания, они достаточно бессмысленны, потому что восстановление функций головного мозга не происходит. И в 1959 году была разработана концепция смерти мозга. Итак, смерть мозга это полное, необратимое прекращение всех функций головного мозга при работающем сердце и проводимой искусственной вентиляции легких. Я прошу вас запомнить, вот это полное и необратимое прекращение всех функций всего головного мозга. Это очень важно, потому что в настоящее время смерть мозга в большинстве стран мира, включая Российскую Федерацию, юридически призна эквивалентной смерти человека. Первый приказ был из-за в 2001 в 2001 сейчас новый приказ 2014 года о порядке установления диагноза смерти мозга у человека проводится констатация, протокол смерти мозга, это очень долгий процесс, это проводится не один час, это проводится несколько дней, проводится огромное количество всевозможных тестов, поскольку ответственность, которая лежит на комиссии врачей, устанавливающей смерть мозга, она гигантская, это гигантская ответственность, которая лежит на этой комиссии. Однако, пройдя этот протокол, мы получаем несколько результатов. Во-первых, снимается очень тяжелый моральный и эмоциональный груз с родственников, с медицинского персонала, который ухаживает за телом пациента, у которого случилась, произошла смерть мозга. Это очень трудоемкий процесс, который затрагивает во-первых, финансовую часть, во-вторых, морально-этическую часть, и в-третьих, просто физическую часть. Это очень тяжело физически ухаживать за таким пациентом. Во-вторых, стало возможным на законодательной основе перенаправлять те людские ресурсы, которые могут помочь тем людям, которые еще могут выжить в какой-то ужасной катастрофической ситуации. перенаправить в силы более благое русло. И в-третьих, что очень важно, это огромный шаг в развитии трансплантологии и возможно спасение других людей, которые могут быть в безнадежной ситуации. Итак, смерть мозга это единственное состояние в медицине, где врачи имеют юридическое обоснование для отключения аппарата искусственной вентиляции легких. Таким образом, они могут прекратить дыхание пациента. Для того, чтобы я уже рассказала про протокол, который проводится, этот протокол при апробации на огромном количестве пациентов, это были тысячи пациентов, ни у одного человека с установленными клиническими признаками смерти мозга, восстановлений функции мозга в последующем не наблюдалось. Естественно, когда установлен диагноз смерти мозга, проведен протокол, стоит вопрос, что же делать дальше. Вариантов, алгоритмов, сценариев безумное количество, потому что тут вступают вопросы этические, моральные, юридические, то есть, по идее, юридические, врачи подкреплены проведением протокола смерти мозга, однако, вступают многие другие возможные вопросы. К примеру, можно поговорить с родственниками, постараться им объяснить, что происходит. Безусловно, когда все это происходит, это абсолютно точно проходит диалог с родственниками, все это не делается в немую, вслепую. Пациент сразу, безусловно, не отключается от инотропной поддержки, поддержания работы сердца и от искусственной вентиляции легких. Как правило, сердечно-сосудистая недостаточность наступает в течение ближайших двух или семи суток, от двух-семи суток. И есть закон России о трансплантации органов и тканей человека, который направлен на то, что можно вызвать бригаду трансплантологов. Это очень такой момент, табуированный в плане разговоров об этом в обществе. Но этот закон есть. Скажем так, предваряя вопрос Анны, ну и лучше потом на него отвечу. Хорошо? Да, это будет такая затравочка. Я хочу вам напомнить еще раз про определение смерти мозга, о том, что это тотальное расстройство всех функций коры головного, не коры, всего головного мозга. При работе работающим в сердце, работающих легких прекращает работать самая древняя часть головного мозга, ствол, в котором находятся те центры, которые управляют работой всеми остальными органами. К сожалению, мы можем констатировать биологическую смерть человека. Однако, существует другое очень важное, очень страшное, по моему мнению, состояние. Человека это хроническое нарушение сознания, оно называется вегетативное состояние. Вообще сейчас по этическим нормам за рубежом не принято это название, это устаревшее название, вегетативное состояние. Сейчас это состояние называется синдром реактивного бодрствования. Но как раз все дело в названии, потому что вегетатив, вы сами понимаете, это очень, ну так, негуманное название состояния этого человека. Итак, это тотальное расстройство функций коры головного мозга, выражающие отсутствием каких бы то ни было признаков познавательной деятельности при сохранении чередования бодрствований и сна функций сердечно-сосудистой системы и дыхания. Я сейчас вам расскажу, как это выглядит. Это человек, который вообще не контактирует с внешним миром, он не фиксирует взгляд, он не выполняет никаких команд, он дышит, у него работает сердце, но он полностью отсутствует в этом мире. Абсолютно он не реагирует ни на своих родственников, ни на кого, ни на боль, ни на раздражение. К сожалению, полное отсутствие коры головного мозга. Скажем так, это просто пример того, чем это отличается от смерти мозга. У нас работает ствол, у нас работают легкие, работает сердце, однако кора головного мозга перестает работать. На этой картинке это представлено изображение позитронной мессионной томографии. Это такое исследование, оно не очень новое, но очень важное в том плане, что оно показывает, как клетки головного мозга питаются глюкозой. Если клетка питается чем-то, то, соответственно, она жива. Теперь я прошу вас обратить внимание на верхнюю картинку. Это норма. Кора головного мозга питается глюкозой, клетки живы, они работают. полное отсутствие какого-либо питания клеток головного мозга. Эту картину мы наблюдаем при смерти мозга. Наоборот, с левой стороны, извините, с левой стороны мы видим пэт при вегетативном состоянии. Мы видим полное отсутствие питания коры головного мозга. Теперь я хочу вам рассказать одну историю. У всех есть своя личная история, я хочу рассказать историю общественную. описание предыдущей картинки, когда кора головного мозга питалась, не питалась, или вообще отсутствовало любое питание всего головного мозга. Это Терри Шайво или Скьяво, к сожалению, никто до сих пор не знает, как правильно звучит эта фамилия. молодая прекрасная женщина, родилась в 1963 году, и в 1990 году у нее остановилось сердце, она пробыла в коме, потом у нее остановился цикл сон-бодрости, не открыла глаза, и оказалась в вегетативном состоянии, в том самом, о котором я вам сейчас рассказывала. Ее муж, супруг, он подал, заявление в суд, о том, чтобы остановить питание, ее питание искусственное через гастростому, чтобы она упокоилась с миром. И это судебное дело длилось 15 лет. 15 лет проходили одна апелляция за другой, одна апелляция за другой, и только в 2005 году на ее надгробной плите было написано родилась 3 декабря 1963 года, покинула эту землю 25 февраля 1990 и упокоилась с миром 31 марта 2005 года. 15 лет. А теперь вопрос, который я задаю сама себе, хочу задать его вам, очень важный. Мы знаем, что такое, мы представляем себе, что такое смерть, мы сегодня столько об этом слышали, очень важных и правильных мыслей. Мы представляем себе, что такое смерть мозга, что это эквивалентно смерти человека по констатации, не философски, а именно констатация того, что произошло. Это одномоментная история. Есть перманентное вегетативное состояние, то, о чем нам только что рассказала Анна, и я вам рассказала про лотере. В какой момент смерть становится не констатацией медицинской, а констатацией общественной. На этом я бы хотела завершить свое выступление. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТА есть. Она называется Трансплантация органов. Спасибо большое. Значит, нам нужно поторапливаться уже, поторапливаться. Я хочу пригласить отца Петра. Вот уже много камушков в ваш огород было брошено сегодня. И все-таки я небольшое вступительное можно вступление сделаю. Вот часто от противников религии мы слышим вот эту утопию. Вы предлагаете нам какой-то миф, чтобы только нас утешить. Все-таки расскажите нам, как на самом деле обстоят дела, что христианская вера говорит об этом. А изнутри христианства и церкви тоже не все так просто. Мне приходится сталкиваться с очень странным витализмом, если понимаете, о чем я внутри церкви среди православных, что борьба за жизнь любой ценой это наша христианская ценность якобы. Поэтому мне кажется нам важно, что вы можете нам рассказать. Я буду тихонько как просили. Я как религиозный человек, может быть вас удивит это заявление, являюсь человеком факта строгого и голого факта, который может быть нельзя пощупать как стол или там что-то все равно это факт. Факт заключается в том, что человек умрет, даже если придумают технологии, которые позволят ему жить не 70-80, а 700-800 лет. Хотя лично для меня 70 лет прожить в России, я думаю, 700 лет прожить в России, это как-то круто. Или чтобы нами правил какой-нибудь замечательный правитель не 30 лет, а 300 лет. Тоже какая-то перспектива не очень. Но во всяком случае факт остается фактом. Люди умирали, умирают и будут умирать. Но во всяком случае логическое заключение индуктивное говорит нам об этом, что будут умирать. что значит строгий факт? Строгий факт значит, что допустим, если воспользоваться сравнением, которое уже прозвучало, что все-таки не человек летит по воздуху, а его хрупкого и смертного человека несет в себе самолет по воздуху. Я думаю, так же и с достижением бессмертия. Можно говорить о продлении жизни, но опять же факт заключается в том, что человек умрет через 70, через 700 лет, в данном случае это неважно. И этот факт, я совершенно солидарен с Михаилом Батином, вещь ужасная, трагическая, катастрофическая, нетерпимая, непереносимая, которую нельзя оправдывать, которую нельзя вот так примиряться что-то благостным образом. Но религиозный человек начинает искать, как выйти из этого катастрофического состояния, я говорю о христианстве в данном случае, и находит его во Христе, который воскрес и смертью смерть попрал. И таким образом вот эту видимую оболочку смерти, оставив ну вот видимо все так же, как оно всегда было, есть и будет, человек умирает, эту видимую оболочку смерти переформатирует совсем другое содержание, что теперь смерть это вход в вечную жизнь. И это ответ на вопрос инопланетян, что для вас смерть. Смерть это дверь, через которую мы переходим в другое состояние, в жизнь вечную. Казалось бы, какая глупость, скажут мне, и будут правы. Правда ведь, но что это за сказки вы нам рассказываете, вот тут у нас факт, человек там, у него мозг умирает, а вы там говорите про какую-то вечную жизнь. И действительно, это было бы сказкой, если бы религиозный человек, христианин, не убеждался в своей жизни уже здесь и сейчас в том, что Христос реально присутствует в его жизни, жизнь его изменяет, жизнь его коренным образом преображает, и отталкиваясь от этого, опять же, факта, человек уже начинает верить в то, что и то, что сказано Христом про смерть, является тоже истиной. И это вот ответ на нападки, о которых вы сказали. Теперь, что касается, вот у меня предварительно был задан вопрос, какая смерть хорошая, ну, с точки зрения христианской. Здесь нужно ставить вопрос по-другому. Смерть является итогом жизни. И для того, чтобы была у христианина хорошая смерть, ну, хорошая в христианском, понимая, сейчас не будем уточнять, должна быть у христианина хорошая жизнь. Потому что, собственно, само событие, смерть, как оно произойдет, на больничной ликойке, там, допустим, при пожаре или еще какими-то другими способами, поскольку, поскольку совершенно не в нашей власти, в общем-то, то над этим христианин задумываться не будет. Он будет задумываться над тем, как подойти к смертью, какова его жизнь. И это ставит смежные большие проблемы, например, та же проблема старости, проблема достойной старости. Вот мне, как священнику, приходится причащать умирающих людей. В основном, те люди, которые жили-жили, жили-жили, ну, как большинство в советское время, то, что старые люди ничего о Боге не знают, не слышали, там, более или менее хорошую или плохую жизнь прожили, и вот они сталкиваются с этой ужасающей реальностью, которая вот она уже на них накатилась. И вызывают батюшку, батюшка, сделайте что-нибудь или что положено, сделайте. Начинаешь, если человек еще в состоянии беседовать, как-то, исповедь, не исповедь, не знаю, как в разных случаях, по-разному бывает, что человек совершенно не понимает, что с ним происходит, с религиозной точки зрения, хотя вызывает профильного специалиста религиозного, то есть, совершенно вдруг на него сваливается эта вот сфера, вторгается. И просто это постоянная иллюстрация того, что люди живут так, что они не готовы к смерти. А для христианина очень важно, и, собственно говоря, я не скажу ничего нового, все церковное учение говорит о том, что искусство жить, это умение готовиться к смерти. святые отцы, от первых дней, от апостолов до наших современников, говорили о том, что перспектива христианской смерти это один из важнейших регуляторов христианской всей жизни, и наоборот. И, собственно говоря, поэтому подготовка достойной смерти, даже, мне кажется, христианину не нужно думать, нужно думать о достойной жизни, а это в нашем тоже отечестве не очень все просто, прожить достойную жизнь, впрочем, как и вообще на земле. Теперь вот ваш вопрос по поводу витализма. Есть один пример, ну, я выскажу свое личное мнение. Есть вот один пример, люди церковные знают, есть такой очень известный духовник, который уже 12 лет лежит, ну, вот, я не знаю, какое его вегетативное состояние, да, но, скорее всего, уже, да, ну, то, что вегетативное, очевидно, он лежит 12 лет под аппаратами, его почитатели на его день рождения, день ангела, приходят, относятся к нему как к живым мощам. Вот я думаю, что если бы этому замечательному, всеми уважаемому, почитаемому духовнику нашей церкви, когда он еще был в сознании, сказали бы, что такая вот его ждет судьба, он бы сказал, ребята, не надо, что вы делаете, я христианин, дайте мне естественным порядком умереть. Поэтому всегда, когда вот такие вопросы, вот как Ариэль Шарон, да, лежал, сколько, 8 лет в таком виде, я всегда, как-то у меня срабатывает такой ход мысли, что я отъезжаю на 100 лет назад и думаю, а что было бы с этим человеком 100 лет назад? Он просто умер. Просто, а уже в каком стадии он умер, это дело его личности, религиозной личности и так далее. Но по факту не было бы вот этого клубка проблем. Поэтому, может быть, если мы вынесем за скобки медицинскую технику, успехи медицины, то вот сама сама эта суть может быть, ну для меня во всяком случае легче становится, когда я экстраполирую на огромное количество лет прожитых человечеством в сравнении с маленьким вот этим отрезком времени, когда мы сейчас пользуемся замечательной медициной. Ну вот, и напоследок надо сказать на личном, лично я как человек плановый, вот я так устроен, что мне нравится логика, плановость, вот я страшусь не смерти как-то то есть я твердо уверен, что Бог создал людей не для того, чтобы вот их здесь на земле промариновать, а потом еще поставить такую печать, такую катастрофическую на их жизни, я твердо уверен, что, конечно, после смерти есть существование иное, но вот сам этот переход совершенно неизвестный, конечно, меня страшит как человека, поэтому, когда люди говорят, что они не боятся смерти, ну, может быть, не боятся, но я вот как-то не очень верю, смерти, конечно, не бояться невозможно, но, с другой стороны, вот у религиозного человека есть все-таки факты, опять же, на которые он может опираться, чтобы, кстати, не впасть совсем в муныние, спасибо. наверняка будут вопросы, так, давайте, где моя Полина, помощница моя дорогая, смотрит, мы все-таки распределим, ладно, чтобы не одни и те же люди, а чтобы у разных людей была возможность, можно? Отец Петр, у меня такой вопрос, вот церковь каждый день молится о непостыдной, непостыдной и безболезненной кончине, а если при этом смерть, это только дверь, так ли важно, чтобы эта дверь там была красивая или нет, если это все равно, там, вот, насколько важна вообще вот эта безболезненная, мирная, непостыдная кончина, раз... во-первых, славянские слова, да, безболезненная, это значит бесскорбная как для самого человека, так и для его родственников, то есть, чтобы не было боли вокруг этого накрученного, и, кстати, спасибо палеотивной медицине, она вот и выполняет этот самый призыв в церкви, непостыдная, это тоже слово нерусское, славянское, более глубокое, это значит то, чтобы человек не постыдился на... перейдя, выйдя за эту дверь, с одной стороны, это главный смысл этого прошения, а с другой стороны, да, чтобы, ну, смерть христианина не застигла в каком-то там постыдном месте или состоянии, ну, то же самое относится и к мирной, чтобы она была осенна миром Божиим. Можно быстро вопрос? 100 лет назад и антибиотиков не было, и 200 лет назад, и очков, почему вы сегодня, наверное, принимаете антибиотики, пользуетесь достижениями современной медицины? Очки были. 200 лет назад. если... Плюс, нашим христианинам не страшно, или их ждет вечная жизнь после смерти, почему они эту смерть так боятся уже сегодня испытать? тот же патриарх лечится в ЦКБ каждый раз, когда он заболевает, все больные раком, или вот как ваш духовник, вы говорите, лежит уже в вегетативном состоянии 12 месяцев, почему они не спешат? это вопрос личный, вы можете... Антибиотиками пользуетесь? Что? Антибиотики принимаете? Редко пользуюсь. Спасибо. Вот есть ответ, вы позволите? Я имею в виду, вопрос личный, что это нужно обращать к тем, кто лечит в ЦКБ и так далее, не ко мне. Ваше мнение? Нет, только мне я одноличные вопросы отвечу, а мнение о других людях я не буду ими пользоваться. Почему вы пользуетесь? Сто лет назад вы говорите. Не появились, потому что мальтились, а вы... Нет, слушайте, а почему я не должен ими пользоваться? Я могу перепромолить? Я не хочу. Да, мне кажется, что возникло предположение, что вот вы просто хотите проповедовать, что все, что было сто лет назад, то и хорошо. Нет, во-первых, я ничего не хотел. Разве я сказал, что хотел? Я сказал, что при оценке таких случаев я экстраполирую, да, мне помогает то, что я экстраполирую на сто лет назад. Только и всего. А это не значит, хотел я или не хотел. Это тоже факт? Актибиотики – да, лимитативное – нет. Ну, почему? Нет, по-моему. Вот, можно еще вопрос? Да, знаете, у меня вопрос такой, он скорее отвлеченный. Я пользуюсь случаем, что оказался с вами в одном помещении. Это то, что долгое время я считал себя верующим человеком, пока я думал, что все безобразия мира, они происходят от свободы воли человека. Скажите, пожалуйста, почему жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы? Есть ли Бог, благ, как вы утверждаете, почему он на таком чудовищном керосине завел этот агрегат? Он что, не мог это каким-то другим образом сделать? Вы ставите огромную богословскую проблему. Здесь вопрос, что... Да, я, к сожалению, вам... Удачи! Я не могу ответить. Мог ли Бог? Ну, конечно, мог. Бог все может. Почему он сделал так? Я вам не отвечу. Не могу сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!